Добрый день! Предлагаю вашему вниманию мастер-класс по созданию витражной росписи на стекле. Понадобится само стекло. Я заказывала в стекольной мастерской, мне вырезал мастер вот такой вот кружочек с отверстием. Это недорого стоит, это доступно каждому. И приобрела специальные краски по стеклу. Это контур по стеклу французской фирмы ПБУ и совместимая с этим контуром краска Витрай. Вот так вот выглядит контур по стеклу. У него есть носик-дозатор. И перед началом работы необходимо выпустить воздух. Как надо наносить контур на стекло? Здесь я не делала никаких эскизов, а просто подложила нужного размера настоящий живой лист под стекло и прямо по контуру этого листа наносила краску. Краска заключена в тубу и через носик-дозатор она поступает толстой такой вот линией выпуклой, объемной. И для того, чтобы она не была слишком толстой, нужно равномерно поддавливать на тюбик и протягивать руку. Тогда линия будет достаточно высокой и не очень толстой. Чем быстрее мы проводим руку, тем тоньше будет линия. Вот если какая-то вот такая вот некрасивая утолщенная капля, ее можно снять. Сейчас я покажу приближенно, как я это делаю. Я поддавливаю носиком, не касаюсь стекла. И вы видите, краска канатиком провисает, и я затем ее укладываю на нужный участок стекла. Вот таким образом я создаю силуэт этого листика. Здесь очень хорошо это видно, что я не касаюсь и просто вот так вот провисшую линию вот эту вот укладываю на нужный участок. Нужен, конечно, какой-то навык. Можно для начала попробовать прокладывать прямые и какие-то закругленные линии. Если не получается, просто снимать их ватным диском, салфеткой или зубочисткой можно снимать некрасивые участки. У меня тоже какие-то бывают не всегда удачные линии. Я это все снимаю. Краска эта сохнет достаточно долго, поэтому если мне что-то не нравится, я поправляю, удаляю и снова наношу. После нанесения нужно дать возможность высохнуть этому контуру в течение двух часов. Вот видите, здесь я снимаю зубочисткой. Контур нам нужен для того, чтобы жидкая краска, которую я буду в дальнейшем использовать для нанесения цвета, для создания витража, витражной росписи, чтобы эта жидкая краска не переливалась через барьер. Ну и кроме того, эта контурная краска создает иллюзию витража, каркаса витража. В этой работе я использую краски на лаковой основе, на основе сальвента, поэтому мне понадобится вот этот вот разбавитель номер 4. Он продается в магазинах для творчества для того, чтобы смывать кисти. Я обернула, как вы видите, свою палитру фольгой и в одно из углублений налила этот разбавитель, где я и буду смывать краску с кистей. Я сейчас показываю те цвета, я их сейчас обязательно прикреплю, все номера, которые я использовала в этой работе. Это 13 изумрудная, 23 лимонная, 21 розовая и 36 голубая. Эти цвета между собой хорошо все смешиваются. Зачем нам нужно использовать фольгу для палитры? Ну, с той целью, чтобы потом уже не возникало трудностей с отмыванием пластиковой палитры. Как наносить? Я наношу кистью. В этом случае можно наносить пипеткой пастера. Пипетка пастера продается в магазинах для творчества, в отделах для мыловарения. Если мне приходится заливать большие участки, то я пользуюсь пипеткой пастера. Здесь участки у меня витража маленькие, поэтому я пользуюсь кисточкой. И лучше всего, конечно, использовать кисточку натуральную, с натуральным ворсом. Почему? Она большую каплю набирает. В отличие от кисточки с синтетическим ворсом, кисть с натуральным ворсом удерживает большую каплю. Но она менее износостойкая по сравнению с синтетической кистью. Ну, понимая это, я кисти сразу промываю после использования и стараюсь их не оставлять, потому что если кисточка засыхает с нанесенной на нее краской, она уже все становится непригодной. Здесь я в палитре смешиваю два цвета. 23-й, это лимонная, и 36-й, это голубая у меня краска. Вот я их смешиваю и получаю натуральный зеленый, красивый. Я решила в этом листе совместить несколько цветов. Желтый и некоторые уголки вот этого листика будут зеленые, а в некоторые уголки я буду вводить красный цвет. Сама краска называется по цвету розовая, но она дает красивый красный. В сочетании с желтым такой красивый получается красный. Вот так вот наносится аккуратно. Нужно, чтобы краска обязательно, вот эта вот капля краски, обязательно заполняла все пространство внутри, между контурной линией и касалось контура. Почему? Потому что если там краска не подходит близко к контуру и остаются какие-то незаполненные участки, то после высыхания там образуются отверстия в красочном слое. И на просвет это будет видно. И это некрасиво в работе. Это некрасиво смотрится в витраже, если есть какие-то отверстия. Вот таким образом аккуратно заполняю и ввожу сразу же другой цвет. Прямо ввожу в основной цвет. Основным здесь у меня служит желтый. Ввожу и прямо на стекле аккуратно смешиваю кисточкой. Здесь важно добиться, чтобы переход от одного цвета к другому выглядел плавным. Можно еще прорисовать аккуратно прожилки, что я и сделала. Я вот взяла и вот так вот немножко их прорисовала. У меня прожилки обозначены контуром. И есть еще прожилки, которые я прямо нанесла по красочному слою. Я не стала использовать изумруд, но он мне показался слишком интенсивным для этого листа. После заливки необходимо краске дать высохнуть. Это происходит в течение продолжительного времени. Обычно я оставляю витраже сохнуть на ночь. Этого бывает достаточно. Вот что получилось. Такая работа может украсить любой интерьер. Можно ее подвесить на фоне окна. Этот листик прекрасно смотрится. Если этот мастер-класс был вам интересен и полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет много интересных мастер-классов в разных техниках и разной сложности. Желаю удачи! Субтитры создавал DimaTorzok